Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Только мы выдохнули от трескочных морозов, как пришли первые в этом году платежки за отопление, за самый холодный месяц этой зимы. И суммы в них совсем не прошлогодние. И сейчас, конечно, мало успокаивает то, что летом мы платить вообще не будем, когда видишь эту сумму. Для многих это серьезный финансовый стресс. Поэтому разработали специальные меры поддержки потребителей. И об этом сегодня мы поговорим с нашим гостем в студии Виталий Вандакуров, заместитель директора теплосбытового подразделения СГК в Красноярске. Добрый вечер! Добрый вечер! Скажите, а что показал первый месяц 2021 года? У кого больше всего изменилась плата за тепло? Ну, в первую очередь, плата затронула всех, у кого установлен общедомой прибор учета. И показания приборов учета показали высокую величину. Есть, конечно, абсолютно разумное объяснение, если мы говорим про высокие квитанции в платежке. Ну, повторюсь, мы с сентября месяца перешли на новую систему оплаты. Соответственно, что показал прибор учета, это является объемом потребления, который потребитель должен в текущем расчетном периоде оплатить. Второй момент, конечно, это температура наружного воздуха. Ни для кого не секрет, все это почувствовали, что на территории Сибири стояли морозы. Они как раз пришлись на период январских квитанций с 25 декабря. У нас это такой пиковый месяц, можно сказать, это такая проверка, да, была? Ну, да, я скажу, что это была проверка, потому что, если говорить уже о конкретных цифрах, средняя температура в период передачи показаний приборов учета в январе 2021 года была почти 19 градусов. В декабре месяце 2020 года средняя температура была 9 градусов. В прошлом году, в январе, эта температура была тоже около 9 градусов. То есть январь месяц, и наша сибирская погода показала, что нет предела морозов сибирских, и, соответственно, объем потребления относительно температуры наружного воздуха, ну, кратно вырос. То есть можно сказать, что, в общем, это была самая высокая сейчас сумма? Ну, в целом, да. А февраль не прогнозируют таких морозов? То есть сама суть перехода на новую систему оплаты подразумевает именно оплату, исходя из отопительного сезона. Сейчас, по сути, является самый пик холодов, который приходится на отопительный сезон. В феврале последующие месяца, конечно же, она точно так же по синусоидному графику пойдет вниз. Я, конечно, очень надеюсь, что февраль месяц будет намного теплее, чем люди должны почувствовать. По предварительному прогнозу это так. Но, судя по тому, сколько звонят даже к нам на телевидении, сколько звонят в другие средства и пишут в соцсети, в средства массовой информации, у вас, наверное, вообще телефоны красные. Красные. Люди возмущаются в основном чем? Это недопонимание или действительно какие-то ошибки в расчетах? Нет, никаких ошибок в расчетах здесь нет. Люди, ну, конечно же, они не понимали и, наверное, не понимают, ну, не прочувствовали, что, конечно, стоимость настолько, ну, крата может отличаться от той ожидаемой величины, на которую люди рассчитывали. Конечно, ориентиром для всех это был прошлый год, когда люди платили равную величину на протяжении всего года. Она была, по сути, размазанная величина на 12 месяцев, такая золотая середина. Ну, вот люди ориентировались на нее, конечно, ну, новая система оплаты, самый холодный месяц в сравнении, она, конечно, дает укратное сравнение. Поэтому люди не готовы были увидеть это в платежном документе. И, конечно, основные вопросы связаны, как я могу это сейчас оплатить. Ну, и я, насколько понимаю, специально для таких людей, для которых это очень такая сложная, непосильная ноша, вот этот платеж, сделали специальную рассрочку. Вот давайте сейчас подробно, кто на нее может рассчитывать и как это сделать, как ее оформить? Давайте я расскажу чуть подробнее. Рассчитывать на нее могут все, у кого стоимость платежного документа выше на 25%, чем стоимость предыдущего расчетного периода, аналогичного года. По сути, исходя из холодного января месяца, это все потребители наши в январе месяце. То есть все потребители могут рассчитывать на рассрочку. Как ее оформить? То есть оформлять ее не нужно, нет необходимости обращаться в наш офис обслуживания, звонить на контактную линию. Чуть ничего писать, собирать бумажки никакие не надо. Если речь идет именно об оплате высокой квитанции января месяца, эта рассрочка будет предоставлена всем потребителям автоматически. О чем идет речь? Именно в отношении стоимости платы по отоплению мы говорим, что потребитель имеет право до конца года оплатить ту сумму, которую считает необходимой, исходя из своего финансового состояния. У него не будет долг висеть? Как это все будет? Нет, смотрите. Все равно же нужно где-то, я не знаю, галочку поставить, что это расстрочка. Нет, в данном случае мы, как ресурсовообжающая организация, до конца года по строке отопления, по январской квитанции не будем предъявлять никаких требований в отношении пеней. Наши сотрудники не будут предпринимать действия по взысканию на судебной, на досудебной стадии в отношении данной стоимости. И мы до конца года потребителям даем возможность оплатить ту сумму, которую он сам считает необходимым заплатить. На примере, в январе месяце квитанция составила от СГК 7 тысяч рублей, из которых 5 тысяч является плата по отоплению, 2 тысяч это прочие услуги, горячая вода, холодная водоотведение. Вот 2 тысячи рублей человек должен оплатить в рамках стандартных сроков до 10 числа, 5 тысяч рублей до конца года он может оплатить любыми суммами, какие считает необходимым. Если у человека есть возможность заплатить 3 тысячи рублей сейчас, пускай внесет эти 3 тысячи рублей, оставшиеся на свое усмотрение. Расстрочка на весь год, то есть пополнять можно условно свой расчетный счет настолько, насколько ты можешь в течение этого года. А если просрочить потом эту рассрочку? Я так понимаю, что сейчас никакие штрафы и пении начисляться не будут. Здесь очень важный момент. Если речь идет про начисление высокой платы отопления именно в январском платежном документе, в первую очередь хочу обратить внимание на «но». «Но» всегда есть. Речь идет именно о стоимости отопления в квитанции. То есть если человек выходит на просрочку в целом по квитанции, понимая, что до конца года он ничего не платит, конечно, это является просроченной задолженностью. То есть все равно нужно делать какие-то платежи в течение года? Да. Речь идет о том, что платежи по прочим услугам вносятся в таком же порядке, в том объеме, в котором произведено начисление, именно отопление по январским квитанциям до конца года. Понятно, если у потребителя сформировалась дебиторская задолженность до января месяца, человек по объективным причинам или необъективным причинам не платил, то, конечно, данная рассрочка не распространяется на дебиторскую задолженность, сформированную до, ну и соответственно... И она все-таки распространяется только на плату за тепло, а не на в целом. Вот многим людям, у кого-то СЖ, им приходят целиком, вот одна, в одной всю квитанции. Ну, в нашей квитанции также есть услуги Краскома, холодной воды, водоотведения. Я обращу еще раз внимание, что да, речь идет именно про начисление платы отопления в квитанции, которые отражены вот в январских платежных документах. То есть фактически для людей, которым сейчас сложно оплатить, сохранится, ну такая, скажем, прошлогодняя схема, прошлая схема, когда мы платили по одной двенадцати. То есть человек получил высокую стоимость отопления, но при этом у него есть возможность до конца года произвести эту оплату. Главное, конечно, условие, что до конца года эту задолженность нужно погасить. Но я думаю, с учетом того, что в летние месяца потребители получат минимальную квитанцию без отопления, ну, возможно, найдутся финансовые возможности погасить эту задолженность. Я очень рассчитываю. Будем надеяться. У нас уже закончилось время нашего эфира. Нашим зрителям напомню, что есть возможность рассрочки платы за отопление, которую мы получили очень высокую в этом месяце. Рассрочки на целый год эти можно воспользоваться и заплатить, когда у вас будут деньги, чтобы это сделать. Зрителям напомню, что сегодня в нашей студии был Виталий Ивандокуров, заместитель директора теплосбытового подразделения СГК в Красноярске, которые ввели вот такие меры поддержки своих потребителей. Это была программа «После новостей». Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА